Ну что, вот к девяносто девятому выпуску, и я наконец созрел, чтобы вам показать свое мастерство. А все потому, что Макс просто не умеет. Ну не умеет, да. Учить. Ну что, пора приступать. Смесь мы замешали согласно инструкции, указанной на мешке. Она бывает разной. То есть у нас получилась вот такая вот однородная консистенция. Вот. Пола мы застелили, чтобы просто не перепачкать. Взяли указанную американку металлическую и шпатель. А теперь наносим. Структура, то есть рисунок у нас будет вертикальной. Поэтому мы наносим все сверху вниз, по вертикальному. Не бойтесь, что падает. Слышите этот звук характерный? То есть мы делаем на стирку. Не бойтесь. Видите, остается молоко. Его мы счищаем, но не ведро, потому что там уже нет камешков. Очень важно соблюдать хорошую скорость, чтобы не пересыхала поверхность. И так вот сверху вниз мы наносим всю стену. Прерываться нельзя. Если вы захотите прерваться, я вам потом покажу способ. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а теперь, ребята, основное. Когда стеночка начинает потихоньку подсыхать, мы берем в руки пластиковые шпаки и начинаем делать структуру. То есть, введем так, как мы хотим, чтобы у нас выглядел потом крайний. Очень важно, чтобы шпатель просто не прилипал к поверхности. Видите, где решочки? Потом берем, потом берем все снимаем лишний. Вот так. Видите, здесь у меня прилипает. Ничего страшного. И это место у нас подойдет. Периодически молочко снимаем. Ну, на стену не наносим, куда-нибудь выкидываем. Видите, стеночка у нас не разная. Так, что это случается. Ничего страшного. Делаем все аккуратненько. Не лягче. Думаем, а приятно. Вы как художник, как пикасса своего рода. Не забываем, а угол туда. Вот по такому принципу надо вот этой пластиковой терочкой продрать всю стену. Мы одновременно продираем структуру и затираем поверхность. Вот так вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот я тер-тер и вертикальный короед, как говорится, натер. Ничего сложного, в общем-то, нет. Нужна, конечно, практика. Там у вас, я думаю, все должно получиться. И еще один секрет. Если вдруг ваша стена не такая маленькая, а подлиннее, допустим, вам тогда понадобится малярный скотч. Допустим, мы идем, и нам надо рассечься по вертикальной линии. Мы наклеиваем скотч, доходим до него чуть нахлест, и на следующий день его спокойно сдираем. И у нас тогда получится ровная вертикальная линия. И уже от нее мы начнем следующий этап. Вот так и делаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА